Петровский грибной марафон по Неве вдвоем 68 километров в третий раз приехали в Питер заранее за два дня в четверг бесплатный эрмитаж для пенсионеров прогулки по городу и выставка картин из частных коллекций потрясающего Ивана Федоровича Шульца в пятницу гатчина с ее парками и дворцами насладились город все хорошеет вот только прохладно и ветрено да и прогноз погоды на сайте винди скверный с утра еще ничего а вот после трех обещают сильный ветер с порывами до 47 километров в час еще и западный то есть как говорил капитан вругель в морду винт значит высокая волна ну и для полного удовольствия дождь с перерывами от 11 утра до 8 вечера сверили с яндексом тоже прохладно и ветрено но шторма не обещают доверились утром встали солнышко в питере плыть на старте встречаем веру нашего замечательного тренера по грибному слалому идут на пластике с мишей добрый ангел дмитрий выдает лодку помогает отрегулировать руль оттащить судно к воде и сесть измочив ноги пошли славное начало план просто дойти до финиша 68 километров от крепости орешек до петропавловской крепости 25 стопа за 40 и 6 километров до финиша первую половину пойдем расслаблено будем экономить силы а то вдруг прогноз на штормовый ветер оправдается за бортом плюс 9 встречный ветер ощущается как плюс один мерзнут пальцы одеваем на весла каякерские рукавицы для нашей погоды то что надо на деке бутылка с водой мешок с перекусом лишь и навигатор в двух километрах от старта надувная арка на ней сканер считывает чип который у нас на номере вот она арка время пошло как всегда на петровском атмосфера праздника огромное количество участников и разнообразие судов за пакет не заходить идти только вдоль правого берега какой дракон впереди дружно гребут нам спешить не надо . у нас и есть вода есть закуска есть более меня ты настроила руль если я правильно помню до этого моста километров 7 блин какое небо небо над пригородом санкт-петербурга дождь обычное дело 978 хорошо если десяточку мы уже почти прошли еще было до герджицу у меня тут как раз катер отсечку делает этот катера волна справа над нами огромная дуча мокро прохладно но очень красиво дождь усилился идет не то град не то снег природа во всей красе 2 мост кузьминский железнодорожный до финиша 46 километров и снова дождь перекусываем на ходу в такую погоду бутерброды с салом наше все очень много участников на сапах парень со своей музыкой наш друг бакин подружились на подкаменной тунгуске очень красиво берега как вас зовут илья а меня сергей до крепости до это питстоп холм славы отсюда начинается дистанция 40 километров кухня кашу варят два раза мы тут на простых марафонах выходили а сейчас перекусили грудинки с хлебом съели кураги пойдем дальше такой план снова дождь зато впереди куски голубого неба почти половина этому бакина будет ровно половина только что кончится дождь льет льет и льет я в дождь стараюсь не снимать а то капли на капюшоне не всегда получается большие дома посвежело ветер усиливается он храм не знаете вон 3 какой деревянный застать кураги или чернослива катамаранчик ну началось прям по расписанию и ровно в 3 30 сильный встречный ветер нагоняет волну лодку притормаживает идем вдоль самого берега деревья создают ветровую тень и плыть попроще перед нами третий мост большой обуховский знаю что река уходит вправо в голове оптимистичная мысль за мостом ветра нет повернули увы сильнейший ветер волны с барашками народ начал сниматься и не только на сапах байды и пластиковые лодки вытаскивают на пока пологий гранит ну а мы поупираемся при ударах ветра скорость падает до двух двух с половиной километров в час таким макаром дай бог к утру до финиша доберемся может сняться силы еще остались погребем да и куда нам деться с подводной лодки дыной 5 20 и весом в 38 килограмм четвертый мост володарский до финиша 15 километров мокро и холодно темная вода гранит и небо мрачная красота потрясающий город девушка переодевается в сухое похоже снимается ей уже хорошо как позже узнали на старт 68 километров вышло 708 лодок и 1246 участников до финиша добралось чуть больше половины два дракона перевернулись всех людей спасли еще один дракон сломался и затонул пятый мост финляндский до финиша 10 километров и 4 моста сильный встречный ветер а силы уже на исходе мы все время с вами идем рядом шестой мост александра невского осталось потерпеть 9 километров впереди больше охтинский меж толпами видны купола воздушного смоленского собора 7 мост и 7 километров пока идем спасатели волонтеры мчс и речная милиция поработали на славу организаторы даже частично перенесли финиш в петропавловке на охту предлагали сняться драконом и всем судам с кокпитом лодки людей отвозили на машинах петропавловку солнце пробивается сквозь низкие тучи и создает световую дорожку красота необыкновенная с таким видом пожалуй хватит сил дойти до финиша здесь река делает большую петлю идем мористи срезаем и течение по центру больше как раз перпендикулярно то что надо перед арсеналом снова волна показался литейный честно говоря под мертвый немного трясет но ничего впереди сложный участок перед авророй троицкий мост и все это красиво али все хорошо не на пристань на пристань правее не надо пристань до формата все пересекают фарватер по другому нельзя фарватер них не пересекать да давай справа обогнем этот бурёк действительно как все идут только нет ни слов что в савроре прям выкунули прижаться катеров нет из-за погоды шторм закрыли просто кататься никому не интересно кататься болтанка все такие дурные как мы катаются справа фрегат на приколе и все троицкий мост руки не разгибаются надо дотерпеть под мостом схлестка струй и стоячий валы держим лодку повернули кронверский пролив 500 метров до финиша во вторую все идут пойдем во вторую это не нам хлопают спасибо все арка сдюжили выковыриваемся из лодки нас трясет ребята несут нашу лодку вместе с вещами еле-еле снимаю мокрую одежду пальцы не разгибаются хорошо раздевалка теплая сухая одежда чай кофе шоколад что еще надо для счастливой жизни дмитрий спасибо вам большое вы настолько хорошо сделали свой сервис что я просто восхищен дмитрий